Отлично, отлично. Готово? Да, у нас... Всё. Прямая трансляция. Спасибо, Артём. Ну что, да. Телеканал Самаргиз здесь, на Иволге, и мы находимся в данный момент внутри рекорда, и никому такого ещё не удавалось сделать. В самом, вообще, эпицентре 2015 минут. Сегодня ребята будут вещать, и до самого обеда следующего дня здесь будут происходить удивительные беседы, гости. Иволга идёт на рекорд. 2015 минут в прямой трансляции, сотни гостей, интересные факты и репортажи. Всё это в режиме реального времени. Яркая интересная жизнь молодёжного форума круглосуточно кипит во всех уголках фестивальной поляны на Мостряковских озёрах. Мастер-классы, дебаты, встречи, круглые столы и вечерние программы не прекращаются ни на минуту. А тем временем пожарные, полиции, МЧС и медики чётко следят за тем, чтобы всё шло строго в соответствии с режимом, установленным в дирекции форума. Техника нового поколения из Нижнего Новгорода и Самары обеспечивает на поляне душ из родниковой воды. Для обеспечения душевых на Иволге используется несколько палаток и техника специальная из Нижнего Новгорода. И, как сообщают специалисты, девушки тратят на душ в день 20 тонн. Ну а парня, всего лишь 800 литров, для них есть маленькая специальная баня. Меня укусил страшный дикий зверь с названием Хорёк. Сегодня ночью к нам в палатку забрался Хорёк. Я не понял до конца, живой он или... точнее, не живой, точнее, домашний он или дикий. Вот, и, как бы, вот решил обратиться после его укуса сюда. Всё спокойно, всё замечательно, организовано очень всё хорошо. То есть, всё... дети такого глобальных каких-то нету. Ничего мы, в общем-то, в принципе, очень довольны, что здесь всё так организовано. Вкусные обиды на форуме обеспечивает комбинат школьного питания. Три раза в день по расписанию готовую пищу привозят на поляну и раздают в столовой. Там же на территории работают палатки с прохладительными напитками и прочими вкусностями. Однако есть те, кто приехал на Илугу с конкретной целью – сбросить лишний вес. У них какая особенность? Самое главное – они питаются отдельно. Мы до форума проработали программы вместе с экспертами, поэтому у них отдельное питание. У них у каждого есть программка на руках, сколько, где килокалорий. Мы даже вчера проводили конкурс, они считали, сколько они калорий потребляют в день. И те ребята, которые, соответственно, ближе всего к истине находились, были награждены. И, соответственно, в 17 числа, как только они приехали на форум, им провели биоимпетантный анализ состава тела. Поэтому ребята знают всю картину, каждый день взвешиваются. И мы очень надеемся и сделаем все, чтобы они добились своей цели. Приехал на Илугу, используя свои возможности по максимуму. Хочешь похудеть – худей вместе с движением Body Revolution. Итак, сегодня на обед курица отварная, рис обычный отварной, не очень соленый, яблочко, чай, но вместо чая, говорят, должна быть минеральная вода, обязательно исправят. Ну, обычную воду нужно пить. Собственно, вкусно, полезно, а самое главное – питательно и похудеть вполне реально. Ну, такую еду обязательно можно выложить в Инстаграм, добавив хэштег «Иволга2015». И даже «Жара плюс 37» не стала помехой для всех тех, кто приехал на форум за новыми знаниями, новыми друзьями и эмоциями. Ребята с большим удовольствием посещали встречи с ВИП-гостями, приехавшими на Иволгу. Большой ажиотаж вызвала лекция члена Совета Федерации Дмитрия Азарова. Два часа участники форума задавали свои вопросы сенатору. Атмосфера замечательная, по-моему, деятельная, заинтересованное общение у нас сегодня состоялось. Меня поразила широта вопросов, которые мы сегодня обсуждали. От сельского хозяйства, образования, профориентации, местного сумму управления, госуправления, бизнес-управления, кадровые работы, арктических территорий. Это говорит о широчайшем кругозоре ребят, которые сегодня являются участниками форума. Еще один звездный гость на Иволге – это трехкратный обладатель приза «Хрустальная сова», лучший игрок 25-летия программы «Что, где, когда» Максим Путашов. Для участников смены политика он провел мастер-класс «Технология принятия решений». Вы знаете, мне понравилась аудитория, с которой пришлось сегодня работать. Ребята очень заинтересованы и задавали очень интересные вопросы. Спасибо им большое за это. Мы надеемся, что им тоже было достаточно интересно. Привет, Самара и Статастана! Внезапно начавшийся и также быстро закончившийся дождь ничуть не испортил настроение всем тем, кто приехал на форум. Не только за знаниями, своими новыми проектами, но и, конечно же, за новыми знакомствами и друзьями. Каждый день на Иволге начинается и завершается торжественным построением. Две тысячи ребят со всей России сюда сейчас приходят с флагами своих смен. Они кричат лозунги, они радуются тому, что еще один день прожит и принес какую-то, надеюсь, пользу всем тем, кто сегодня здесь и сейчас будет танцевать, оторваться под коллектив «Комедос». В общем, Иволга продолжается и никакой дождь не помеха. Поехали, ребята!